Всем привет! Вы на канале Тактик Медиа, с вами Архивная Революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Сергей Владимирович Потянин. Сергей Владимирович, приветствую! Добрый день! Здравствуйте, уважаемые зрители! Опять нас ждет Средиземноморье? Добьем прям даже? Надеюсь, надеюсь. У нас осталась, можно сказать, последняя тема, так разбитая на две, можно сказать, подтемки. Это, соответственно, действия подводных лодок союзников и последующие, перетекающие с 40-го года, с 41-й. Это всем интересно, всегда подводная лодка. Надеюсь, надеюсь. Итак, начнем. Значит, подводные лодки союзников, к коим на начало войны, соответственно, относились британские и французские флоты. На Средиземноморье 58 подводных лодок, 46 французских и всего 12 британских. Ну, в первые дни войны 4 французских подводных лодки, вышедшие из Тулона, заняли позиции в Теренском море. Это, соответственно, где-то здесь, у итальянского побережья. А еще 4 в районе Гибралтара и еще 12 в районе Туниса и Сицилийского пролива. 6 британских подводных лодок, тогда они еще базировались на Мальте, были развернуты у итальянских военно-морских баз, то есть, соответственно, у Неаполя и у Таранта. Ну и 5 французских и 4 британских подводных лодки действовали в Восточном Средиземноморье, видимо, в районе Дадаканезов. Ну, французские подводные лодки до капитуляции Франции успели добиться крайне скромных результатов. Собственно, весь список укладывается в две позиции. Это два судна, общим тоннажом порядка 1700 брут-регистровых тонн, оба погибли на минах французского минного заградителя «Софир». Сами же французы потеряли одну лодку, тоже от мин, это МОС. Оно можно так, забегая вперед, несколько уклоняясь от темы, добавить, что до конца 40-го года они потеряли еще одну подводную лодку «Нарваль», а ее 14 декабря потопил итальянский миноносец «Куртатоне», ну, видимо, приняв за британскую. Ну, собственно, действия французских подводных лодок на этом можно считать завершенными. Мы же перейдем, естественно, к британским. А британские подводные силы на Средиземном море к началу войны были представлены одной флотилией, первой флотилией подводных лодок, которой командовал капитан Сидней Роу. Перед началом войны, буквально там за 2-3 месяца, эту флотилию усилили лодками, перегнанными с Дальнего Востока. Там из 8-й флотилии с Устынской станции и 4-й флотилии с Китайской станции. Так что, ну, и причем вот это пополнение продолжалось и в течение первых месяцев войны. То есть, несмотря на понесенные потери, о которых мы сейчас еще скажем, численность подводных лодок в первые месяцы неуклонно увеличилась. Вот, если к началу войны их было 10, к середине июля 16, вот, значит, плавбазой являлась специализированная большая современная плавбаза Мидуэй. Ну, такая, да, название, причем это не Мидуэй, как в честь острова американского, а Медуэй в честь реки в Англии. Ясно. Ну, британские плавбазы, они в основном по названиям рек получали свои имена. Ну, как мы говорили в прошлой лекции, условия Средиземного моря, они не очень способствуют действиям подводных лодок. Что, в общем-то, сказывалось как на итальянцах, так и на англичанах. Ну, и плюс к тому, британские подводные силы на Средиземном море к началу войны были представлены лодками достаточно устаревшими, то есть типов О и Пи. Это, ну, постройки конца 20-х годов, ну, уже так, порядком. Поскольку они до войны, в основном, служили на Дальнем Востоке, где ремонтные возможности достаточно скромные, то там физический износ был вполне такой заметный. То есть их перегоняли с Дальнего Востока? Ну, да, они переходили своим ходом, да. Чего себе. Так вот были развернуты основные, понятно, что основные силы были развернуты в Метрополии. Туда, видимо, из Средиземного моря что-то перегоняли после начала войны. Ну, в смысле, с сентября 1939 года. А когда уже вот весной 40-го стало пахнуть жареным и тут, то стали усиливать, причем именно не за счет Метрополии пока что. То есть из Метрополии лодки, мы ниже будем говорить, они прибудут где-то к концу 40-го года. А пока вот перегоняли оттуда, как, ну, поскольку там театр считался уже справедливо, пока еще неактивным, неважным. В общем, вот. Значит, итогом первых трех недель боевых действий стало потопление всего одной цели – итальянской подводной лодки «Диаманте». За что англичане расплатились гибелью трех своих лодок. Причем все три были уничтожены итальянскими надводными силами. Ну, серьезно. Да. Причем можно, вот, по крайней мере, о некоторых сказать подробнее, поскольку это такой характерный достаточно пример для первых, и первых месяцев войны, и вообще для, как бы, потопления подводных лодок итальянскими вот эсминцами. Значит, первая потеря – это подводная лодка «Один». Да, в честь того самого бога Одина названа. Значит, 13 июня, на четвертый день войны, в заливе Таранта, вечером итальянские силы, видимо, получив, может быть, от радиоразведки, может быть, от каких-то других источников, сведения о том, что где-то в районе главной военной морской базы действует фражерская подводная лодка, выслали на поиск дивизион эсминцев. Значит, это эсминцы, ну, типа, Фальгора, там, Стралия, Балено и еще там дивизион из четырех единиц. Значит, сначала Стралия обнаружил вражескую субмарину в надводном положении, дал по ней торпедный залп, ну, промахнулся, лодка отвернула, погрузилась, вот, успела, правда, еще и выпустить в обидчика торпеду из канавалового аппарата и тоже промахнулась. Вот, ну, на месте погружения Стралия сбросил серию глубинных бомб, но он результатов не наблюдал, в общем, поражения цели. Спустя примерно два с половиной часа, это уже 14 июня, около двух часов ночи, Балено опять видит надводное положение подводную лодку, меняет курс, идет на Таран и, значит, на 20-ти узловом ходу, да, ланзается, как говорится, прямо в бочину, да, как автомобилисты любят говорить. Вот, все, подводная лодка, значит, пускай пузыри погрузилась, Балено туда сбросило еще и глубинные бомбы, больше о подводной лодке ничего не слышали, погибло со всем экипажем. Да, печально. Вот, ну, правда, есть мнение, что все было наоборот, что Стралия потопил подводную лодку. Еще в первом, в первом заходе. А Балено неудачно поразил какую-то другую, атаковал, но, скорее всего, все-таки да. Должны были, раз он таранил. Да, Таран был зафиксирован, так что. Вот, следующая подводная лодка, Грампус, или там Грэмпус, как правильно говорить, была потоплена в районе Сиракуз, это восточное побережье Сицилии. Ну, все знают Сиракуза, Архимед, да, все такое. Вот, тут уже классическая атака, два миноносца, Чирча и Клио, глубинными бомбами, все, наблюдали признаки потопления, как бы сомнений не вызывает ни у той, ни у другой стороны. Это 16 июня. 19 июня погибла подводная, ну, как, условно 19-го, там долгое время считалось, что, вот, вот, Апарон Оскарфеус, что ее потопило именно 19-го числа итальянские сменители турбины. Но позже, это уже где-то, по-моему, в 80-е годы, выяснилось, что эта подводная лодка выходила на связь позже, там, на несколько часов позже, момента... Атаки, да. Да, момента атаки. Причем, если атака, значит, была зафиксирована в районе Табрука, то выход в эфир был в 100 милях от Бенгази. Вот. То есть, соответственно, что за это, там, несколько часов подводная лодка не могла просто физически пройти это расстояние. Ну, правда, есть основания полагать, что турбина мог иметь прямое отношение к гибели этой подводной лодки, поскольку он выставлял мины в этом районе. И не исключено, что именно на его минах она и подорвалась. Далее. Через месяц, 16 июля, отличился вот тот самый первый специализированный противолодочный корабль «Альбатрос» итальянский, потопив подводную лодку «Феникс» в районе Аугусты. Это тоже восточное побережье Сицилии. Ну, там тоже классическая атака с применением глубинных бомб. В общем, наблюдались признаки поражения. То есть, тоже сомнений пока. На данный момент не вызывает ни у той, ни у другой стороны. 1 августа погибла подводная лодка «Осфальт». Отличился эсминец у Галины Вивальди. Причем обстоятельства, ну, примерно такие же, как и в первый раз. Пять эскадрных миноносцев типа «Навигатория» совершали переход из Аугусты в главную базу «Таранта». Была случайно. Сигнальщики Вивальди обнаружили на лунной дорожке силуэт подводной лодки. Эсминец разворачивается и на высокой скорости «Таранит». «Таранит», да. Ну, на этот раз почти весь экипаж был снят. Есть замечательные фотографии, как они там на палубе Вивальди то ли кофе пьют, то ли еще что-то. Что-то пьют, в общем. Да, из 55 членов экипажа, находившихся на борту лодки, 52 было спасено. Почти все. Да, и провели остатки войны в итальянском плену. Ну, правда, самому эсминцу тоже «Таран» не обошелся даром. Месяц, даже больше, с 3 августа по 7 сентября пришлось стоять в ремонте. Вот. Ну, вот эти потери, в общем-то, несколько лодок за короткое время, они практически не компенсировались боевыми успехами. До августа месяца британские подводные лодки не потопили на Средиземном море ни одного торгового судна противника. Вот. Лишь одно, значит, судно погибло на минах подводного заградителя «Роквейл». Ну, «Роквейл» – это вообще, конечно, лодка такая уникальная, надо сказать. Среди всех, наверное, подводных лодок союзников, подводных минных заградителей союзников, она, наверное, добилась наивысших результатов. Ну, вот французский «Люби» еще так отмечают, вот как подводный минный заградитель он там высоких успехов добился. Ну, среди наших, там, понятно, Мирослав Эдуардович рассказывал, «Л3», «Л21», там «К1» на севере. Ну, с успехами «Роквейла» ни одна из них не сравнится. Там список просто зашкаливает. Так, ну, также еще стоит упомянуть о потоплении британскими подводными лодками, подводной лодкой «Пандора» французского авизотральщика «Риго де Женуи». Ну, это после выхода из Франции из войны, там, в начале июля случилось. Причем, надо сказать, что спустя несколько дней эта же лодка имела возможность атаковать французский гидроавианосец «Командантест». Но поскольку после событий «Премьер-Сель-Кибири» там вышло указание, что британские подводные лодки французские боевые корабли не трогали. Поэтому она наблюдала в перископ и находилась в выгодной позиции для производства торпедной атаки, но не стреляла. То есть вполне сознательно. Еще, значит, один фактор, который сказывался негативно на результативности британских подводных лодок в это время, был прямой приказ не атаковать торговые суда. Вот так. Да, без предварительного досмотра. То есть, ну, мельчане в то время еще пытались там... Призовое право. Призовое право, все такое, да. Вот, поэтому... Был характерный случай. 22 сентября. Подводный лодок «Асирис» в районе Бриндизи. Это Атранский пролив. Атакует конвой. Из трех транспортов по респортам минусство «Палестра». Топит «Палестра» и уходит спокойно, не трогая торговых судов, которые можно было бы просто всплыть и из орудия расстрелять. Ну, также еще одна из причин низкой результативности британских подводных лодок это, конечно, удаленность от баз. Поскольку от Александрии до района развертывания там около тысячи миль. И далеко. И плюс еще и торпеды. Обычно... Ну, англичане не испытывают таких торпед, как, скажем, немцев во время норвежской кампании или как американцы мучились первые годы войны на Тихом океане. Но вот именно на Средиземном море вот в первые месяцы войны англичане тоже столкнулись с такой проблемой. Именно, наверное, потому же, что подводные лодки старые пришли со своим боезапасом. Тоже торпеды достаточно устаревших образцов. Опять же, долго находились в нехорошем климате, прямо скажем. Неизвестно, какое там было техническое обслуживание. Ну, в общем, вот имели... Были зафиксированы несколько случаев, когда торпеды и глубину не держали. И даже однажды был зафиксирован случай. Вот сейчас на памяти скажу, на какой лодке, что торпеда выйдет из аппарата, совершила циркуляцию и пыталась поразить свой носитель. Круто. Да. Бывало. Так что у всех. Так. Ну, положение вот такое негативное стало меняться после того, как в начале августа подводным лодкам решили атаковать любое судно, находящееся в зоне 30 миль от неприятельского побережья. Уже 16 августа подводная лодка «Осирис» в 50 милях от «Дуреса» топит пароход «Марея». Ну, затем, значит, от торпед британских подводных лодок гибнет еще три торговых судна. Это в сентябре, соответственно, в следующем месяце и одно в октябре. В ноябре успехов не было. Ну, значит, к тому времени, уже к осени 40-го года, ну, плохая приспособленность старых подводных лодок к условиям театра становится очевидной и на театр начинают прибывать более современные подводные лодки большие типа «Т». Первым стал Труант или там Траант. Он уже отличился 22-го сентября, потопив итальянский пароход «Провиденца». А до конца октября в Александрию пришло еще 4 подводных лодки такого типа. А в декабре на Средиземном море начинают появляться малые подводные лодки типа «Ю». Но о них мы чуть ниже подробным образом расскажем. Значит, следующий, наверное, важный этап войны подводной на Средиземном море начался с нападения Италии на Грецию. В дело включился греческий флот. Он, конечно, располагал небольшими подводными силами, всего 6 единиц. Значит, ну, там 6 лодок, 4 и 2. Все французского типа, французского, причем 600-тонного, но у самих французов эта 600-тонная серия, она была представлена там разнообразием малых типов, малых подтипов, в смысле, по несколько единиц. Вот и у греков. 4 принадлежали к одному типу, 2 к другому. Ну, они там построены были с разницей в 4 года. В общем, в конце, конец 20-х, начало 30-х годов, на пункт, с 27-го по 31-й, что-то не стоило, вступали где-то так. И, надо сказать, значит, первого успеха добилась подводная лодка с таким интересным названием Папа Николис. У них все такие названия интересные были. 24 ноября она потопила... Почти как Папа Карла. Да. Потопила пароход Ференция в Атранском проливе. А что характерно, в декабре греческие подводные лодки добились успехов больше, чем британские. Причем, они потопили самое крупное итальянское судно, потопленное в 40-м году. Это грузовое судно Сардиния. Общим-то ножом, по-моему, там что-то в районе 15 тысяч брут-регистровых тонн. Да, огромное. Отличилась подводная лодка Протеус. Но, правда, ликовать пришлось недолго, поскольку тут же после атаки ее обнаружил миноносец Сантарес из состава эскорта и тоже потопил таранным ударом. Я смотрю, итальянские эсминцы и миноносцы прям ураганили. И миноносцы все-таки эсминцы вот два тарана, а дальше там еще потом будем ниже говорить еще два случая, которые так 50-50. И, собственно, на этом их успехи достоверные заканчиваются. А вот миноносцы, да, они себя проявили. Думаю, мы же в прошлый раз говорили, какие там цифры успехов. Отдельно стоит сказать про подводные минные заграждители. Значит, всего до конца 40-го года было выставлено 10 заграждений. В том числе 4 заграждения и в общей сложности 94 мины. Это французские подводные заграждители Софир, Туркуаз и Перл. У англичан к началу войны было два подводных заграждителя на театре. Это Грэмпус и Рокуэл. Но сколько они выставили мин, неизвестно. Вот известны данные по двум постановкам. Там лодки брали полный штатный запас 50 мин. А вот по остальным там непонятно. Жертвами МИМИН стало 5 судов общим-то ножом свыше 15 тысяч будет регистровых тонн и 2 миноносца итальянских. мы о них говорили, это одна постановка там в конце года 2 миноносца с разницей во времени подорвались на одной на одной тоже минном поле. И одно судно получило повреждение. Значит вот общие успехи будут перейдены в таблице, мы ее тоже на инфографике покажем, вот прям по месяцам. Три судна потоплены в июне плюс подводная лодка, одно в июле плюс французский АВИЗО, значит две в августе, две в сентябре плюс миноносец, вот три в октябре, в ноябре успехов нет, только два поврежденных судна, и вот наибольшие успехи это декабрь, семь судов, общий тоннаж 26 тысяч, ну как я говорил, что из этих семи только три потоплено британскими лодками, остальное это либо мины, либо греки. В общем общий итог года это 19 потопленных судов, общим тоннажом чуть больше 61 тысячи брутарегистровых тонн. Короче, немецкие подводники издевательски смеются. Ну, как посмотреть, если взять например, апрель 40-го года, то еще вопрос, кто там поиздевательски посмеется. Я понял. Ну, конечно, да, успехи, прямо скажем, не впечатляют, а вот потери понесены были серьезные. Существенные, да, прямо скажем. До конца года союзники потеряли 9 британских подводных лодок и одну греческую. 10. То есть всего 10, да. Ну, вот, выше мы перечислили подробные обстоятельства гибели. Значит, сейчас еще про некоторые скажу. Значит, Рейнбоу погибла в октябре 40-го года в Ариотическом море. Скорее всего подорвалась на мине, хотя, возможно, там был случай, когда итальянский пароход Антониета Коста 9-го октября доложил о том, что столкнулась с каким-то подводным объектом. Вот, вот это был таран случайный. Ну, понятно. Столкновение, скажем так. Ну, да. Подводная лодка Траэт, мы тоже упоминали в прошлой лекции, что ее в надводном бою торпедой и артиллерии стреляла итальянская подводная лодка Энрика Тоти. Подводная лодка Регулус тоже пропала без вести в период с 18 ноября по 6 декабря в районе Атранского пролива. Тоже либо подрыв на мине, либо был еще случай зафиксирован 26 ноября итальянский самолет доложил о потоплении по водной лодке. Вероятность, конечно, невысокая, но возможная. И, наконец, подводная лодка Тритон. На нее гибель претендует итальянский миноносец Конфиенса 18 декабря 1940 года тоже в Нижней Адриактике. Но, опять же, нельзя исключать подрыв на мине. Ну, итог года можно подвести словами Марка Антонио Брагадина, известного нашего итальянского Скажечника. Но, в данном случае, он совершенно справедливо заметил, что в первый год войны британские подводные лодки сумели добиться весьма скромных результатов. Но, правда, с начала второго года войны началась серьезная подводная война. И о ней мы не замедлен сказать дальше. Да, но потери, конечно, из первоначального состава они больше половины получается потеряли. Из 12 и 10. Не, ну, там же уже с пришедшими. С пришедшими, да. Нет, из первых 12 у них, по сути, там больше половины потеряли. Очень серьезные потери. Очень серьезные. Вот, как мы в прошлый раз говорили, что итальянцы понесли, вот там, как бы, соотношение успехов и потерь, оно достаточно близкое. С учетом того, что итальянцы были как-то ограничены выборой целей, более, чем британские подводные лодки. Ну, как бы, вот, общая успешность действий, она где-то вот сопоставима на данном этапе войны. Ну, к началу 41-го года обстановка несколько поменялась. Ну, во-первых, британский флот в целом уже чувствовал себя хозяевом положения на Средиземном море, хотя вот в центральном Средиземном море все еще операции, там, подпроводки конвоев и так далее, их приходилось проводить с использованием главных сил британского флота. Тем не менее, уже англичане видели, что надводные корабли противника от них бегут, на периферию театра противник своими надводными силами не заходит, подводные лодки тоже, в общем-то, не особо насаждают, так что мы прямо на коне. Но, как уже говорилось, начавшееся в декабре наступление англичанской ренарики заставило немцев протянуть руку помощи своему незадачливому союзнику и начать перебросок своих сил на театр. Ну, как известно, все началось переброски авиации, дальше последовал африканский корпус, ну и вот это как бы привело к обострению борьбы на итальянских коммуникациях в Центральном Средиземноморье. Одним из первых знаковых событий стало формирование прямо в первый день войны, 1 января 1941 года, в дополнение к базирующейся на Александрии первой флотилии, вот в Гибралтаре была сформирована восьмая флотилия подводных лодок под командованием кэптона Джорджа Уолкера. Ну, кстати, не могу не отметить, что и Сидней Роу, и Уолкер, они в конце войны, ну там, во второй половине войны, оба будут командовать крейсерами типа Дидо. Забавно. Да, забавно, причем Уолкер, он, кстати, больше это прославится, наверное, не тем, что вот он достаточно успешно командовал флотилии подводных лодок на Средиземном море, а то, что он достаточно бездарно загубит крейсер Кориблис в октябре 1943 года. Ну, там вообще будет очень интересный эпизод, не эпизод, а такой момент, что там и он из бывших подводников, и Старпом у него будет из бывших подводников. Обычно англичане такого не допускали, а вот тут как-то вот оно сложилось, и, в общем, достаточно быстро перелог гибели корабля. Судьба. Да, судьба, видимо. Причем, если в состав эре флотилии вошли не только британские подводные лодки, но и две голландских, О-23, О-24. Там, причем, одна из них, по-моему, О-24 добьется успеха, она уже попозже, она потопит немецкую подводную лодку. Круто. Да. Не только, понимаете ли, курением прославились они. Ну, курением попозже. Попозже. Ну, на данном этапе лодки этой флотилии, они в основном действуют в Западном Средиземном море, в Средиземном море, и вот в первом полугодии 1941 года, который мы сейчас будем рассматривать, они особых успехов пока еще не добьются. Ну, и, наконец, 10 января 1941 года на Мальте, был сформирован пока еще отдельный отряд подводных лодок под командованием Кэптона Джорджа Симпсона, а в него вошли три подводных лодки типа Ю, Апрайд, Абхолдер и Юник. До конца полугодия прибудут еще три подводных лодки Аск, Атмоуст и Андаунтед, а в июне этот отряд преобразуют в десятую флотилию подводных лодок знаменитую, ну, и, соответственно, Симпсон получит звание Кэптона. Ну, и вот сейчас мы ниже будем говорить, в основном о действиях вот этих вот знаменитых мальтийских подводных лодок типа Ю. Короче, сплели они паутину по всему Средиземноморью, получается, опутали просто своими базами. Практически, да, пока еще сил, конечно, не так много, но это уже начнет сказываться буквально вот сразу. Этим уже ходить так далеко не надо, соответственно, тут уже оперирует эта группа. Ну, там были свои трудности, о которых мы сейчас скажем. Тем не менее, вот надо, стоит процитировать товарища Макентайра Дональда, просто как вот он характеризует лодки типа Ю. Ну, это вообще лодки, они, наверное, из британских-то так называемых вот действующих, не сверхмалых. Они были самыми маленькими. Ну, вот, кстати, три таких лодки в конце войны наш флот получит по ленд-лизу. Там это с Б-2 по Б-4 будут они носить номера. Вообще, они задумывались сугубо как учебные. Да. Но оказались достаточно такими они маневренные, небольшие. Восемь торпед, ну, четыре торпедных аппарата только в носу и четыре запасных торпеды, соответственно. Вот Макентайр пишет так, что небольшие размеры и высокая маневренность лодок типа Ю делало их особенно подходящими для операций на прибрежных маршрутах от мыса Бон до Триполи. Ну, это, собственно, как раз где. Если более крупные лодки первой-восьмой флотилии тот же Макентайр называют слишком большими неуклюжими для действия в мелководных районах у побережья вот северной Африки. Вот. И они поэтому в основном действовали в районе итальянских баз, там более подходящие для них условия по гидрологии. Вот. А лодки типа Ю как раз разворачивались от Мальсты и... В мягком подбрюшье. Тут не совсем так. Если несколько забегая вперед, надо сказать, что вот первые две лодки, которые туда пришли, они первым делом занялись разведкой. И было выяснено, что вот район островов Киркена, это восточный из Факса побережья Туниса, это такое место, через которое проходят все подводные лодки, все итальянские конвои. То есть они восточные не заходят, боясь Мальта. Да. Поэтому вот и как бы тут-то образовывалось такое бутылочное горлышко. Вот там у них и будет у этих лодок самое такое охотничье угодье. Ну и плюс к этому дальнейшему росту успехов британских подводников сказалось, способствовало то, что 2 февраля 41-го года британский военный кабинет наконец-то отменил вот эти все требования вести подводную войну в соответствии с нормой призового права. Пока что разрешалось считать вражескими все суда, находящиеся южнее параллельно 35 градусов в 46 минут. Ну это вот как раз побережье Туниса где-то вот здесь. Вот все, что южнее считать вражескими. Поскольку тут еще действовали французские суда, которые как условно считались нейтральными, их пока атаковать без предупреждения запрещалось. Ну и значит перед началом, когда уже приступим к тому, что будем рассказывать уже о действиях непосредственных лодок, надо несколько слов сказать о, ну во-первых об общей обстановке, что в этот момент решающее влияние стало оказывать наличие германской авиации. То есть прибыв 10 января на Ситерийские аэродромы, 10-й авиакорпус приступил к систематической бомбежке Мальты, что соответственно не позволяло противнику все эти англичанам держать там не надводные силы и в общем-то сильно сказывались на действиях авиации. Вот, как говорил тот же Макитар, что Королевские ОВС оказались не способны обеспечить Мальту недостаточным количеством истребителей для защиты острова ни ударными самолетами. Ну, надо сказать, что к концу 40-го года там имелась одна эскадрильи с Уорфишей, 830-я, по штату насчитывающая 12 самолетов, ну, к которым вот уже впоследствии добавило 16 Велингтонов 148-й эскадрильи, но в начале марта 41-го года ее из-за высоких потерь вывели в Египет. Соответственно, там почти ничего не осталось. Ну, были еще Мэриленды разведчики и 230-й эскадрильи летающих Лорександр тоже разведчики. Впоследствии появились Бленхейм, это вот мы о которых говорили, это которые из Гибралтара в качестве навигационного сопровождения сопровождали истребители, вот они там на Мальте постепенно оседали и накапливались, и, кстати, так, забегая вперед, они в мае 41-го года как раз станут пионерами топ-мача в лабометане. Круто. Ну, да. Пока успехов там они не добьются, только, по-моему, одно поврежденное судно будет, но вот тактику отработают. Начнут отрабатывать. А так до этого у них получается машин-то, в общем, только для патрулирования, да для разведки. Что там эти с фортфиши? Ну, нет, с фортфиши, они летали, конечно, с торпедами, но, тем не менее, там было слишком. Мало. Значит, 4-го января 41-го года вот первая атака вот этих с фортфишей, значит, минерусец Пегаса был атакован британским тропереносцем в мысо Бон, но уклонился, в общем-то. Ну, это был, так сказать, первый звоночек. Спустя несколько дней, там, три недели, 27-го января, аналогичной атаке подвергся конвой из трех судов. Ну, мы о нем сейчас еще ниже расскажем, там будет такая достаточно интересная такая комбинация событий. Но в общей сложности с февраля по май 41-го года вот все конвои, сшедшие в Северную Африку, подвергнутся воздушным атакам только 9 раз. Мало-мало сил, конечно. Мало-мало сил, да, и причем из этих 9 атак только одна будет успешной, будет потоплен итальянский пароход «Ювентус». Символично. Такого среднего водонемещения, около 5000 будет от регистровых тонн. Значит, 16 февраля как раз это переносит с Мальты в районе острова Курят, но это вот где-то здесь, у побежья Туниса Восточного. Всего же за первые полугодия значит, с Уотфиши потопят три судна. Ну, не только здесь, а еще в других местах. В общем, общим ножом чуть более 15 тысяч будет регистровых тонн. так что основная угроза в этот момент итальянскому судоходству исходила со стороны подводных лодок. Даже так, три судна все-таки такой наряд сил небольшой потопили. Молодцы, конечно, молодцы. Мы уже не раз отмечали профессионализм тропедных экипажей, тропедоносцев с Фортиш. Прямо, скажем, они продолжают удивлять нас. есть такое. Значит, открыла год своим успехом подводная лодка с характерным названием Пандора. Открыли, понимаешь. Который в тот момент командовал лейтенант-командор Джон Линтон. Это будущий кавалер креста Виктории. Один из немногих британских подводников, удостоенный вот этой высшей награды. Значит, 9 января он у южной конечности Сардинии топит два судна. В тот же день к востоку от Сицилии подводная лодка Парфян под командованием командора Риммингтона топит еще одно судно. Но, как мы уже говорили, основные угодья лежат совсем в другом районе. Это, соответственно, у островов Киркена. С конца января как раз там и в основном развертываются подводные лодки вот этой мальтийской группы. Их пока мало, но, как говорится, они в тельняшках. Никто не сомневается. И тут же можно сказать, в первом же боевом походе отличился, ну, самый знаменитый в будущем, в недалеком, можно сказать, будущем подводник Британии. Это командир обхолдера, лейтенант-командер Балькольм Ван Клин. Как его охарактеризовали за характерный внешний вид чернобородый, долговязый шотландец. Значит, в первом же походе незадолго до полуночи 26 января обнаружил в этом районе конвой в составе германского транспорта Дуйсбург, впоследствии тоже ставшего знаменитым, вот, и итальянского Инга в сопровождении вспомогательного крейсера Коралли. Ну, вспомогательный крейсер, это, в общем-то, такой же, можно сказать, транспорт, пароход, только с пушками. Конвой вышел из Неаполя, обогнул Сицилию с запада, как водится, в общем-то, там маршрут-то один, и направлялся в Триполи. У Миссабон его обнаружила британская авиация, но, как бы, поскольку маршрут считался безопасным, там до этого ни разу не атаковывались, в общем, итальянцы чувствовали себя, ну, может, если даже не совсем в безопасности, то так особого значения подводной угрозе не придавали. В час 30 Манклин дает значит, итальянцы замечают среди торпед, уклоняются, уходят, Манклин не сдается, перезаряжает торпедные аппараты, всплывает, и, как сказать, в лучших традициях немецких волчьих стай обгоняет конвой в надводном положении и занимает новую позицию. Значит, днем 27 января, вот, упомянутая атака с Уорфишей, это в районе 4 часов дня, значит, 7 с Уорфишей с торпедами, нет, 7 с Уорфишей всего, 6 из них с торпедами, один в качестве самолета наведения и сопровождение 2 фульмара, это 806 эскадрильи с эластриеса, который в этот момент чинит повреждения на Мальте от немецких пикировщиков полученные. Значит, производится атака, Дуйсбург уклоняется, Инга получает торпедные попадания и тонет. Значит, эскорт, поскольку, ну, это вспомогательный крейсер, в общем-то, не быстроходный, без гидроакустики, ничем помочь не может. Спасает остатки экипажа потопленного транспорта и идут дальше в Триполи. И уже ближе к рассвету там их опять встречает обхолдер. Незадолго до рассвета в 4.30, хотя февраль, наверное, еще там до рассвета достаточно много, да, в общем, ночью, в темноте. атакует, две торпеды попадают в Дуйсбург, но транспорт не тонет. Не хочет. Да. Вот, теряет ход, возникает пожар, тем не менее, вот, Коралис берет его на буксир, а нет, не так, Коралис как раз сматывается, вызывает по радиопомощь, там, из Триполи приходит буксир и вводит этот Дуйсбург, значит, в порт. Ну, впоследствии он получит свою известность в ноябре, да, в ноябре 41-го года, там эпизод прямо так и будет называться разгром конвоя Дуйсбург. В общем, ненадолго он переживет данные события. Ну, ничего, крепко, две торпеды все-таки это круто пережить. немцы все-таки строить умеют, опять же, непонятно, куда они попали. Ну, в общем, вот, успеха, можно сказать, Ван Клин пока еще не добился, но свою бойцовскую натуру проявил вот в полной мере, я считаю. Заявка серьезная была. Да. Ну, следующий этап действий на коммуникациях, начавшийся в начале февраля 41-го года, это начало переброски африканского корпуса лоббеля. Первый конвой отправился из Неаболя в Триполи 8-го февраля. Ну, надо сказать несколько слов, опять же, обобщающих, что защита коммуникаций, по которым доставлялись грузы в Северную Африку, в очень скором времени станет, наверное, главной головной болью для командования итальянского флота. Значит, согласно предвоедным расчетам, ежемесячно в Ливию можно было перебрасывать до 180 тысяч человек, 13 тысяч автомобилей и приравных к ним средств транспорта, то есть помозок, крупных артиллерийских орудий с лафетами и так далее, и 50 тысяч тонн грузов. Но реалии войны очень быстро показали излишнюю оптимистичность данных оценок. И связано это было прежде всего с тем, что ливийские порты имели очень ограниченные способности по обработке этих грузов. Например, в Триполи могли одновременно разгружаться 5 грузовых судов и 4 войсковых транспорта, ну то есть просто, чтобы когда по сходням сходят люди на берег, не требуя грузовых стрел. В Бенгази 3 грузовых судна и 2 войсковых транспорта. Причем здесь уже расчет принималось, то, что суда будут находиться на рейде и люди будут перелазиться баржами на берег. Даже так. Ну, в Тавруке 3 грузовых судна и 2 транспорта в войсковых смысле. Вот. Для сравнения можно сказать, что в Неаполе одновременно могло загружаться до 14 транспортов, а в Барри и Бриндезе по 5 транспортов аналогичного значения. Вот. Аналогичные возможности имели и все сицилийские порты, то есть в любом из них 5 судов могло загружаться одномоментно в любое время. Плюс к тому грузооборот североафриканских портов очень сильно страдал от союзных бомбардировок. В общем, как пишется в течение первой половины 41-го года, или как не так, не первой половины, а вот за весь 41-й год, примерно полгода, возможности порта были снижены вдвое за счет того, что разрушались причалы, краны, подъездные пути. Там подъездные пути тоже. Нет, еще и суда тонули на стоянках, вот мы же рассказывали о таких всяких случаях. Внимать надо было. Да, и пока его не поднимешь, место все равно туда, другой транспорт, который не пришвартуешь. Так что итальянцев просто не было необходимости сооружать, снаряжать большие конвои многочисленные. То есть там не более пяти, ну, максимум десять судов. Причем там обычно десять, это когда из разных портов одновременно выходило там по несколько транспортов, потом они уже выходя в открытое море, то есть либо Мистинский пролив проходя, либо где-то уже вот в Иолическом море собирались под общим эскортом и шли дальше. А, кстати, на подходах еще регулярно разделялись, то есть часть шла в Бенгази, часть в Триполе, поскольку других портов в то время просто не было. Положительным аспектом для итальянцев можно отнести то, что пока еще в силу достаточно большого численности торгового флота они еще имели возможность собирать в конвои более-менее подходящие по характеристикам суда. Причем для переброски личного состава африканского корпуса задействовались трансатлантики бывшие, то есть это крупные океанские лайнеры там Океания, Нептуния, Эсперия, Виктория, Марко Пола и Контероса. И в качестве эскорта в это время еще им старались передавать хорошо сплаванные корабли. То есть либо там целый дивизион мироносцев, дивизион эсминцев, то есть такой штатной структуры. Потом уже к 43-му году там будут собирать все, что можно под руку впадется. Там уже ни о какой сплаванности понятной речи идти не будет. Но вот пока еще все достаточно хорошо. Значит, как формировался конвой? Значит, по итальянцы тут не сильно отличались от других стран, от тех же англичан. То есть перед началом операции назначался командор конвоя, тоже из числа бывших военных моряков, адмиралов, ну, как и англичан. Все то же самое практически. Он собирал капитанов торговых судов у себя, давал какие-то инструкции. Значит, командиром эскорта обычно являлся старше из командиров кораблей. Один из самых больших недостатков это плохая организация радиосвязи. То есть, поскольку суда коротковолновыми радиопередатчиками обычно не снабжались, то либо телеграфом борзянкой приходилось опять же все это шифровать, расшифровывать. Причем шифровку у торговых судов обычно все было очень плохо, поскольку флорские шифровальщики туда должны были назначаться. Ну, понятно, что с началом войны потребность таких специалистов резко возросла, подготовка понятное дело просела, опять же на торговые суда назначали кого? Кого на военные корабли не хотели брать обычно. В общем, либо так, либо прожектором, семафором, в общем, связь внутри конвоя обычно была такая достаточно узким таким местом проблемным. Итак, 8 февраля 1941 года из Днеаполя в Триполи выходит первый конвой с войсками Африканского корпуса. Значит, в него входят германские транспорты Анкара, Арктурус, Аликанте, выхранение эсминца, турбины и трех миноносцев Нового Орса и двух старых конторы и Миссури. Значит, поскольку в это время соединение Эйч проводило набег на Геную, ну, об этом можно же говорить, да, по приходу в Палермо конвой задержался на два дня. Но на всякий случай, все-таки под раздачу не попасть. Да, ответственно, там немцев везем, личный состав. Одиннадцатого продолжил путь. У восточного побережья Туниса его атаковала подводная лодка Юник, но миноносец Миссури вовремя заметил следы торпед и не позволил, не, не следы торпед, он заметил перископ, поскольку даже не позволил выкинуть торпедную атаку. Значит, благополучно дошел до Триполя, разгрузился, на обратном пути отразил атаку торпедоносцев с Мальты. О, как! Да. В общем, вот, первый блин получился Николу. Вполне успешно отработали. В ночь 16 на 17 января в том же районе другие миноносцы Кашина и Пила отразили атаку обхолдера на другой конвой, уже не относящийся к германскому корпусу. Значит, 21 февраля из Триполя в Неаполь выходит обратный конвой из трех судов Гераклея, Менес и Маррица в охране трех эсминцев турбины Саэта и Фрейча. Значит, в 50 милях от порта британская подводная лодка Реджент выходит в атаку, поражает пароход Менес торпедой, но тот не тонет и эсминец Саэта отбуксирует его обратно в порт. Вот. Ну, правда, благополучно доводить своих подопечных до порта значения доводилось далеко не всегда. Например, 22 февраля подводная лодка Русула атакует другой конвой, состоящий из пароходов Сильвия Трибкович и Сабия в охранении миноносца Монтанари. Значит, пароход Сабия дается торпедировать, но, опять же, несмотря на полученные повреждения, он доходит до Триполи. В ответ Монтанари проводит атаку глубинными бомбами, причиняет подводной лодке серьезные повреждения, заставляющие ее покинуть позицию. Далее, уже ближе к Сфаксу, то есть, ну, конвой идет дальше, на него выходит другая подводная лодка Прайт, которая трапедирует и топит Сильвию Трибкович. Вот, в этот раз из двух пароходов до пункта назначения не доходит ни один. Ну, можно сказать... Но они в балласте шли, да? Ну, может быть, везли кого-то там меженцев немножко, поскольку они вывозили постоянно кого-то. Ну, в основном, да, конечно, они такие полупустые. Вот. И, можно сказать, апофеозом вот данного этапа стала гибель итальянского крейсера. Значит, об этом стоит сказать подробнее. Значит, к концу февраля движение конвоев для африканского корпуса активизируется настолько, что вот в течение 23-25 февраля из разных точек Италии выходит одновременно 13 судов, которые тоже, значит, там сбиваются в несколько конвоев, причем, включая пять крупных итальянских лайнеров с войсками. Ну, понятно, что итальянцы решают, что такую, значит, внушительную армаду стоит обеспечить надежным прикрытием. И, значит, для этого в море выходит 4-я дивизия крейсеров. В составе крейсеров Джованни де ле Банденера флагман, Армандо Диас и двух эстминцев Аскари и Карациеры. Значит, командует операцией командир дивизии контр-адмирал Альберто Моренко Ди Мариондо, который держит флаг на Банденере. Непонятно, почему, но он решает, что гроза может исходить либо от надводных сил, либо от авиации, которые вот как бы к тому времени итальянцы в очередь не досаждают. А подводные грозы почему-то игнорируются. Он жаждал слаб в морском бою. Да, непонятно, что он там жаждал. В принципе, у меня сложилось впечатление, что это достаточно грамотный как бы был командир. Почему он так прокололся? Ну, как бы инострануху бывает, но, возможно, мое мнение неправильное. Итак, значит, 25 февраля, там, сразу после полуночи. Вот это соединение из двух крейсеров двух эсминцев, движется впереди конвой, там, дистанцию держит от 4 до 6 миль, соответственно, чтобы не удаляться далеко от охраняемых транспортов тихоходных, снижает скорость до 13,5 узлов. Ну, и далее у нас есть возможность прямо-таки процитировать документ. Это рапорт адмирала по возвращении. Итак, цитирую. Видимость была очень плохой и продолжала ухудшаться по мере того, как мы продвигались к югу. Ночь была безлунной, море спокойное, безветренно. В 03.43 25 февраля Диас внезапно был поражен из-под воды. Были слышны два взрыва, сопровождавшихся вспышкой прямо над кораблем, а затем сильный взрыв с выбросом раскаленных осколков. Ну, значит, адмирал находился на головном крейсере, это шел за кормой, как он пишет, что находился за кормой Банденера на расстоянии около 600 метров. После взрыва Банденера, это флагманский крейсер, соответственно, увеличил скорость и повернул налево, двигаясь зигзагом на некотором удалении от опасной зоны, в которой были видны очаги пожара, освещающие высокий столб дыма. Пожар постепенно снижал интенсивность и полностью прекратился с затоплением корабля, которое произошло в 03.49, соответственно, через 6 минут после торпедирования. Значит, Аскари, находившийся за кормой Диаса, увеличил скорость и обнаружил прямо по курсу след торпеды. Это вот в момент торпедирования в 03.43, а затем широкое пятно возмущенной воды с пузырями воздуха, который исчел местом погружения подводной лодки и сбросил туда сначала 6, а потом еще 4 глубинных бомбы. Это произошло в 03.50, а крейсер затонул. Ну, соответственно, роковой удар по кораблю нанесла подводная лодка «Апрайт», который командовал лейтенант Эдвард Дадли Нортон. Пока его докладу было выпущено две торпеды из надводного положения. Ух ты! Ну, все правильно, значит, эсминец правильно видел место, где лодка погрузилась. Обе поразили легкий крейсер. А, причем даже командир сказал, что заявил, что крейсер и эсминец. То есть, две цели, ну, Две торпеды, две цели. Да, в действительности цель. Торпеды попали в среднюю часть в район носового погреба. Взорвались боезапас и взорвались два действующих котла в втором котельном отделении. Носовом были погашены. После этого сразу же упала носовая настройка. Понятно, что все, кто находился на мостике, погибли. Ну, после чего корабль затонул носом с креном на левый борт. Ну, опять же, есть фотографии недавней, ну, практически современной подводной съемки. Там его дайвера сняли, благо он лежит в достаточно таком доступном месте. Я думаю, что мы это тоже все прикрепим. Там он интересно расположен. Ну, понятно, что у командного состава корабля шансов выжить практически не было. Там погиб командир корабля капитан первого ранга Франческо Мацоло, старший помощник капитан второго ранга Майнардо Динардис и старший механик подполковника Рудженио Дамиано. Ну, в Итальянском флоте механике они относились к корпусу инженер-механиков, корпус корабельных инженеров и носили армейские звания. Это до послевоенного периода. Ну, эсминцы, понятно, преследовали субмарину, но успехов не добились, в общем-то. После чего Аскай развернулся и стал подбирать уцелевших. Из воды было поднято 144 человека, в том числе 14 офицеров. Со светом там и другие корабли присоединились к спасательной операции, но, в общем-то, только троих еще выловили. Значит, по официальным данным погибло 664 человека, включая 13 офицеров, 62 старшим и 3 военнослужащих авиации, то есть ВВС, которые там шли в качестве пассажиров. Ну, еще 7 членов других воензионных формирований тоже пассажирами были. Ну, правда, в книге об итальянских крейсерах потери оцениваются больше, нет, не меньше, 133 человека из 633 находившихся на борту, то есть 500 человек спасли. Так, 8 марта 41-го года международный женский делик. Вся прогрессивная общественность празднует. Да, вся прогрессивная общественность празднует, а вот командование подводной флотилии на Мальте получило сообщение о пяти транспортах идущих в Триполи. И сразу же все три подводные лодки, находящиеся в тот момент на Мальте, было выслано в море. Значит, Atmost, Unique и Upright. Вот, причем Atmost вернулось с патрулирования только, ну, незадолго, буквально до этого, успела пополнить запас топлива, принять боезапас и снова вперед. В общем, меньше суток в Гавне провела, как сообщается. Значит, 9 марта в районе острова Пантеллерия, соответственно, к западу от Мальты, она торпедирует, топит ну, опять же, это смогательный крейсер, Atilio Defenon назывался. Ну, тоже с вида он, в общем-то, транспорт, да. Вот по нему он промахивается, но попадает в другой корабль. Другой, удачный промахнулся. Вот. На следующий день подводная лодка Unique топит следующий транспорт Фреча. Нет, Фенича. Проходит 10 дней и 19 марта от Муст, которая уже успела к тому времени, значит, вернуться на Мальту и заправиться и снова выйти в море. Да. Ихватывает следующий конвой из пяти транспортов и трапедирует два транспорта Гераклея и Рур. Немецкие. Немецкие. Ну, как раз вот к тому времени в Италии скопилось очень много немецких транспортов, которых вот начало войны застало там. Они как бы и выйти в море не могли и в то же время как бы для перевозок артисты итальянских до этого не использовались. А вот когда немцы там появились, их стали активно привлекать к перевозкам. И, собственно, там вот сразу стали появляться и в числе упоминаемых, и в числе погибших. Вот названия немецкие просто стали мелькать постоянно. Итак, значит, Гераклея затонула, Рур удалось довезти до порта. Этот же конвой, ну, как этот же там или тот же эскорт, в общем, выходит обратный путь и натыкается на подводную лодку Апрайт. Следующая атака тяжело провежден транспорт Галилея. Понятно, что действуют здесь не только лодки с Мальтой в это время, но не надо забывать и лодки Александрийской флотилии, которые в то время уже активно присоединились греческие. В период с 20 по 23 марта в районе Атланского пролива греческая подводная лодка Тритон развела 4 тропедных атаки. Ну, цель удалось поразить только единожды потоплен проход Карния. А Александрийские лодки, как-то так вот звезды сложились, но основными их целями в это время стали итальянские танкеры. Впоследствии, да, там за танкерами будет развернута охота-охота, отдельные. А вот пока как-то вот так получается. Итак, значит, вот тот самый подводный минный сгоритель Рокуэлл. Кстати, командует им командор Дьюхорст. Значит, приходит из Александрии на Мальту, там принимает груз мин и в ночь на 25 марта выставляет заграждение в районе Полерна. Это, соответственно, усердно в перереже Сицилии. На следующий день вот на этих минах подорвались и затонули два небольших итальянских танкера. Там порядка полутора тысяч будут регистровых тонн. Верде и Тичино. Причем, значит, по Тичино Дьюхорст стрелял торпедами и утверждал, что торпедная атака его потопила. Но вот итальянцы утверждают, что на минах. Ну, тут, наверное, стоит доверять, поскольку торпедный взрыв от минного отличается. Ну, поскольку как бы тут итальянцы это лучше видели, то, видимо, им это более внушает доверие. День Матапана 28 марта, помимо вот тяжелых потерь, перенесенных там, итальянцы принесли еще одну потерю в процессе сопровождения, значит, в процессе защиты коммуникаций. Значит, миноносцы Киното, капитана-лейтенанта Компанелла, и Миссори, капитана-лейтенанта Карбонара, возвращались в Палермо после безуспешных поисков подводных лодок. Вот не исключено, что ту же самую Рокову искали. И утром, там, 9-36 утра, в районе город Мачты головного Киното гремит мощный взрыв. Вот, миноносец сразу теряет ход, начинает тонуть, и, в общем-то, тонет благополучно. 48 человек погибло. Остальных спас следующий именно наносец от Миссори. Вот это третья жертва того же самого другого заграждения Рокову. Тем временем Дьюхорст не уходит из данного района, поскольку у него, помимо мин, еще и торпеды есть. Он, значит, ищет цели для своих торпедов. И 30 марта также где-то вот к северу Сицилии торпедирует танкер Лаура Карада. Танкер не затонул. Товарищ Дьюхорст всплывает и долбит его из пушки. А что у него за орудие стояло? Ну, 102 мм, а у них почти у всех 102. Ну, у большинства, по крайней мере, на ТПЮ, там помельче стоял, там 76. А так у них лодочные. Причем у них такие интересные установки были, как бы, фотографии я приведу. Там такой банкет, как бы, огражденный, и вот он весь поворачивался, не просто орудие в нем, как вот у нас, например, на Катюшах, а вот, по-моему, у нас нечто похожее было, наверное, на Ленинцах первой серии. Вот, мне кажется, на них. Так, ну, это еще не все. На следующий день, 31 марта, Дюхерст расходует две своих последние торпеды и топит итальянскую подводную лодку Пиар Капрони. Как он утверждает в своем рапорте, она имела глупость днем совершать переход в надводном положении. Вот, ну, лодка шла из Мессины в Специю, просто межбазовый переход, вот. Подловил, короче. Да, такая вот встречение обстоятельств. Ну, нормально, он вышел, да. Ну, тоже один из таких, один из, наверное, самых результативных походов вот в указанный период. Ну, в общем, к концу марта 41-го года переброска первой основной волны африканского корпуса в целом завершилась. Причем, завершилась с минимальными потерями, что верховная команда Нейдмахта послала команду итальянского флота такую поздравительную телеграмму, в которой отмечалось, что особенно восхищает то, что подобную операцию удалось осуществить при минимальных потерях. В общем, по грубой оценке из 220 тысяч тонн грузов, отправленных из Италии в Африку, было потеряно всего 20 тысяч, то есть меньше 10%. Ну, что, как известно, отчасти способствовало успеху наступления Робеля, которое началось как раз вот там 31 марта, кажется. 12 апреля уже был блокирован Табрук. Ну, поскольку такое, можно сказать, свободное движение конвоев не могло остаться незамеченным британским командованием, 8 апреля был отдан приказ о формировании на Мальте ударного соединения надводных кораблей, предназначенного для действия на коммуникациях. Ну, здесь, наверное, сказался тот факт, что к тому времени вот этот первый воздушный блиц против Мальты стал уже ослабевать. Иначе, конечно, такого бы невозможно было представить, да? Да. Ну, получив приказ, Канненхем берет под козырек и выделяет для этого 14-ю флотилию эсминцев под командование капитана Филиппа Мака, которого мы уже упоминали в лекциях о Крите. Ну, собственно, вот его звездный час был, наверное, здесь. Причем интересный момент, что в момент, когда Мак получает этот приказ, его флотилия делает что? Она находится в море, сопровождая буквально находясь там со своими транспортами, он доводит их до Греции, возвращается в бухту Суда, принимает топливо и прямым ходом идет на Мальту. 11 апреля на Мальту прибывают 4 эсминца Джервис, Дженес, Нубин и Махок. Значит, в ближайшие дни они совершают два выхода в море на поиск конвоев противника. Первые два выхода безрезультатные. Ну, как, они имеют предварительные данные от радиоперехватов о том, что итальянцы выходят в море, но найти конвой пока не могут. Правда, вот из второго конвоя, который не нашли надводные корабли, а подводный рот Катитарх на подходе к Триполи топит один танкер. То есть, не совсем без наказа. А конвои все время шли ночью? Ну, нет, не ночью, конечно. Они выходили обычно там так, чтобы вот ночью пройти самые опасные воды. Там я говорил, что путь занимал порядка трех дней обычно от Италии. То есть, за одну ночь не успевали физически, да. Ну, вот, как бы, самый этот район, чтобы он нанялась, да. Итак, третий выход. Значит, поздним вечером 13 апреля из Неаполя выходит достаточно крупный конвой из пяти транспортов. Значит, немецкие Адана, Эгина, Альта и Зелон и итальянский транспорт боеприпасов Сабаудия сопровождают конвой три эсминца Тариго, Балено и Лампо под общим командованием капитана второго ранга Пьетро Ди Кристофаро. Значит, в полдень 15-го конвой обнаруживается британской воздушной разведкой Умы Сабон и, соответственно, вечером уже в темноте флотилия Мака выходит в море. Значит, Мак решает встретить конвой именно там же, где охотятся по водной лодке у банки Киркена, причем, соответственно, идет и пытается как бы его навстречу, не догоняя, а на встречной курсе. Значит, после полуночи 16 апреля корабли прибывают в исходную точку и разворачиваются, начинают поиск. В час 59 Джеррис обнаруживает противника на расстоянии 6 миль. Значит, строй конвойя показан здесь, то есть, как бы две колонны по два судна, замыкают которые, там одно, соответственно, между ними. Два эсминца прикрывают с носовых курсовых углов, один с кормового, причем, как бы, со стороны Мальты держится. Значит, трига, соответственно, болена с кормы и лампа с правого борта. Командир конвоя Ди Кристофара, естественно, знал, что его конвоя обнаружен воздушной разведкой, но ожидал, что встретить он может подводные лодки, поскольку никакой информации о том, что на Мальте находятся надводные корабли, он не имел. Ну, как бы, зеркальное отображение ситуации с гибелью крейсера. То есть, там ждали надводные силы, которых не было, и пропустили подводную лодку, здесь, наоборот, готовились к подводным лодкам и не ожидали нападения надводных сил. Значит, огонь был открыт в два часа двадцать минут головным Джеррисом. Значит, он обстрелял концевой болена, первый зал показался неточным, но тут же к главному британскому смену присоединился следующий строй Джеррис и первым же снарядом снес мостик противника. То есть, погибли или были ранены почти все офицеры, едва-то успели отдать команду строить дымовую завесу. Значит, у следующих, ну, как бы, перестрелка продолжалась, там, британских орудий скоростей достаточно высокая, следующие залпы вывели на болену силовую установку, значит, начался пожар и с большим трудом сменец успел выброситься на песчаную отмель от острова Киркена, как раз там они ограждены буями, а за ними уже начинаются мели. значит, англичане шли вдоль правого борта и потом огибали конвой и атаковали дальше. Значит, два концовых британских сменца Нубиан и Махок атаковали замыкающий транспорт боеприпасов Самоудия. Третьим же залпом цель была накрыта, но поскольку груз соответствующий, то они попали. Да, они очень быстро попали и в прямом в переносном смысле пожар не успел даже толком разгореться, когда боеприпасы просто начали взрываться и отсюда практически ничего не осталось сходу. А дальше эсминцы британские проходят за кормой конвоя и атакуют два корабля замыкающих Зелон и Эгина. Добывается попаданий Джерес выпускает торпеды, то есть там цели хорошо видны на фоне пожара, в общем, все хорошо англичан. Здесь тоже попадают? Ну, естественно, там дистанции пистолетные, цели видны хорошо, противник еще в растерянности, огонь там ведет. Если еще уже открыл, то пока еще не точно. Вот. Значит, Лука Торига, это главной итальянский сменец, флагм, лидер этого конвоя, разворачивается и идет навстречу противнику. Значит, ну, поскольку в темноте там, где Кристофара боится поразить своих больше, чем, значит, атаковать противника, тем не менее, через несколько минут наблюдатели докладывают, что видят британский крейсер, и вот между Торига и двумя трайблами разворачивается перестрелка. тоже там практически одновременно открывает огонь, добивается попаданий. У Ди Кристофара взрывом отрывает ногу, он ее там кое-как перевязывает, но до конца, значит, пока не истек кровью, продолжал руководить боем. То есть, героизм тут проявил по полной программе. Ну, поскольку Торига как на ладони, по нему как основная угроза, все британские сменцы на нем сосредотачивают свой огонь. Значит, корабль охвачен пламенем, теряет ход, значит, в 2.40 Трайблы Нубиян и Махок прекращают вести огонь по нему и, значит, дальше переключаются опять на транспорта. Но, как говорится, не тут-то было. Радость была преждевременной. Значит, несмотря на то, что итальянский корабль охвачен огнем, старшина по фамилии Маркетти вручную разворачивает торпедный аппарат и производит залп. Первая же торпеда попадает в британские сменец Махок. Причем, попадает так достаточно нехорошо под кормовую артиллерийскую установку. Сразу там она вылетает за борт вместе с расчетом. Происходит взрыв. Корабль теряет ход. Там, правда, винты усилели. Механики пытаются ввести машину опять в действие. И тут корабль поражает вторая торпеда. Ого. Да. Причем поражает так, как раз в переборку между машинным и котельным отделением торпедный аппарат проваливается в машинное отделение и накрывает вот, как пишут, накрывает именно он там большинство людей. Гибнет от того, что их сверху придавило. Своим торпедным аппаратом. Да, своим собственным торпедным аппаратом. Так это старшина стрелял? Да. Обид в мою торпедами попал. Вот так вот. После этого итальянский сменец вскоре тонет. Ну, понятно, что и с британским там все не очень хорошо. Он, вроде, пока на родном киле. Но, тем не менее, седает. Понятно, что он... Долго не протянет. Да, скорее всего, не протянет. Вот не очень понятно по описанию боя, которые имеются в моем распоряжении, не очень понятно, что случилось с Лампой. Кто там по нему стрелял и как. Тем не менее, он тоже погибнуть не погиб, но как и Болена выбрался вся на мель. После того, как итальянские сменцы были нейтрализованы, англичане занимаются транспортами и конвой громится в полном составе. Вот такого успеха как бы и до не было и там достаточно долго после не будет. Это круче, чем немецкие рейдеры какие-нибудь. Карманы, линкоры. Кстати, карманный линкоры там адмирал Шея, вот этот конвой Джерри Себея, и то он его далеко-далеко не все потопил. Ну, понятно, что в одиночку транспорта рассеиваются и за двумя зайцами гонятся, а тут все-таки флотилия целая. В общем, итог этого боя был таков. Значит, на Махоке погибло два офицера 39 матросов, ну, понятно, что там смелись, потом просто пришлось самим же англичанам затопить, поскольку увезти его не было никакой возможности. Итальянцы потеряли все пять транспортов и три эсминца. В общей сложности погибло 1700 человек, 300 автомобилей, 3500 тонн грузов и 3000 членов экипажей. А, стоп, перепутал, 3000 тонн грузов. На место сражения днем прибыли госпитальные суда, но вообще нужно сказать, что вот служба спасения у итальянцев была поставлена очень высоко, то есть, ну, есть такие цифры, что вот из всей, за всю войну, из всего, что на всех судах, что были потоплены англичанами, там, по-моему, потери меньше 10 тысяч были, безраздатные. То есть, после всех боев прибывали госпитальные суда, там, спасательные самолеты, вынимали всех, кого могли. Ну, вот как после мотоплана, мы говорили, что там несколько дней потом курсировали и так доставали, доставали, доставали. В общем, здесь было из трехсот, из трех тысяч человек, находившихся на борту транспортов эсминцев, спасено будет 1271, что, в общем-то, для такого боя можно сказать, что это достаточно хороший результат. Правда, эсминец до ноли, который будет там участвовать в спасательной операции, когда будет уже возвращаться в порт с спасенными, по ошибке будет атакован германской авиацией. Правда, к счастью, без попаданий. Вот, за проявленное мужество в бою командир конвоя Петра Ди Кристофара будет удостоен высшей наградой итальянской золотой медали за воинскую доблесть и впоследствии его именем назовут эсминец. Там у них будет в 43-м году строится большая серия эсминцев, они так и будут называться командантами медалей Деора, вот они все будут названы в честь вот моряков, понепших и получивших вот эту вот высшую награду. Ну, ни один из них, правда, строят, так они вступят до конца войны. Ну, правда, после войны уже в состав итальянского флота будет входить фрегат Петра Ди Кристофара, это уже в 60-е годы. В целом, несмотря на гибель одного эсминца, англичане расценивали этот успех очень высоко. Все командиры эсминцев будут награждены крестами за выдающиеся заслуги, вот, но, к сожалению, в ближайшее время в полном масштабе повторить этот успех уже не удастся. Ну, нужно сказать, что, значит, вот этот бой случился 16 апреля, а 21-го, как мы говорили, будет операция по обстрелу Триполи британским флотом, после чего вот Мальтийское соединение будет переформировано. Значит, часть кораблей идет в Александрию, а там соберется флотилия из однотипных кораблей Джервис, Дженес, Джуно и Джагуар. Ну, вот. Регуар. Регуар, да. Значит, 24 апреля они еще раз выйдут в море. В 80 милях Северной Треполи будет атакован судов из пяти, конвой из пяти транспортов, но потопить удастся только эскортирующий его вспомогательный крейсер Гео. Кстати, на нем погибнет 84 человека, 36 будет спасено. Командир этого корабля, капитан 2-го ранга Ульго Фьеррелли, также за мужество в бою будет достоин золотой медали за военскую доблесть. 28 апреля на Мальту прибывает крейсер Глостер с пятой флотилии эсминцев лорда нашего Маунтбеттона, а Мак уходит в Александрию. Такая некая ротация. Ну, вот это Глостер с флотилией Маунтбеттона совершат только один результатный выход в море в ночь на 2-е мая, значит, тоже никого не найдут, а по возвращении Джерси подорвется на авиационной донной мине прямо вот в гавани Мальты у Гранд-Харбора. Там будет он перегородит вход, в общем, проблем будет целый вагон. Там поднимут два офицера, 34 матроса, и из-за того, что сразу возникли сложности с базированием, значит, крейсер, оставшийся с минсой, уходит в Гибралтар как раз встречать конвой Тайгер. Вот. И, собственно, на этом история Мальтийского ударного соединения на данном этапе закончится. Короткая, но яркая. Да. Вот данный отрезок, потому что впоследствии это Мальтийское ударное соединение возродится уже в конце года, там это будет знаменитое соединение К из двух рейсеров-двух эсминцев, но о нем мы поговорим, когда дойдет дело до него. Ну, кстати, одним из факторов, почему история Мальтийского ударного соединения на данном этапе завершилась и станет как раз-таки Критская компания, поскольку Мальчанам очень скоро станет уже не до того, чтобы держать там надводные корабли. Тем не менее, подводные лодки, которые в Критской компании особо-то не задействовали, продолжат свою, так сказать, победную поступь на итальянских коммуникациях. Значит, лодки первой флотилии из Александрии в это время будут продолжать действовать где-то в районе Ливийского побережья, причем ближе к Бенгази в основном. 12 апреля подводная лодка Тетрарх трехторпедным залпом топит у Триполи танкер Персиану. А спустя пять дней уже у Бенгази подводная лодка Труант под командовым лейтенант-командора Хью Хагарда доложит о потоплении двух судов артиллерии и одного торпедами. Правда, как это, успехи оказались сильно завышенными, в действительности потоплен был только один небольшой патрульный корабль под названием Ванна. Да, причем артиллерии именно. Тогда как танкер Романия, на который претендовал Хагард, будет потоплен авиацией у Триполи чуть позже. А гибель транспорта Самос, на который тоже претендовал Хагард, итальянцы вообще приписывают гибель на мине. Вот так. Короче, по-всякому может быть. Все четыре дня 21 апреля Хагард на той же позиции выпускает две торпеды по танкеру Прометео, но промахивается, после чего всплывает и обстреляет его из-за ручьей. Ну, настырность на духе британских подводников. Ну, к сожалению, танкер всего лишь выбросился на берег, впоследствии был снят и отремонтирован. Любопытный момент имел место 30 мая, когда другая подводная лодка «Триумф» или как там «Триумф», если правильно, под командой команды рвутся. Тот сделал просто. Подходит к гавани Мингази и выпускает две торпеды прямо по стоящему в гавани вспомогательному. Ну, он тоже его считал крупным транспортом и, в общем-то, был прав. На самом деле это был вспомогательный крейсер «РАМП-3». Обе торпеды попадают, но только повреждения. Впоследствии этот «РАМП-3» будет служить у немцев в качестве вспомогательного минного заградителя, а кончит свои... Ну, как кончит? Не кончит. Он будет еще долго являться яхтой товарища Тито под названием Галеб. И до недавнего времени точно еще находился на плаву. Вот на данный момент не скажу. Причудливая судьба. Успели его разобрать и до сих пор где-то там он болтается где-то у побережья Хорватии. Ну, в общем, вот долгожителем окажется. Ничего его не брало. Английские торпеды. Да-да-да. Югославский лидер. Там еще и бомбить его будут. В общем, у кораблика очень такая насыщенная и бурная судьба. Добавна. Причем, кстати, это единственная из трех однотипных судов. Это транспорт вот как у нас водочные монополии. А у итальянцев была в то время банановая монополия. То есть из... Банановоз. Да, это банановоз. Как раз быстроходный рефрижераторный банановоз. Их там серия из четырех единиц. Три войну застигнет на Красном море. Тоже два будут вспомогательные кристина переоборудованы. А четвертый уже для него не хватит пушек там на Красном море в Массауле. Его сделают госпитальным судном. Там его захватят англичане, приведут на Сенеземное море и вот не помню, потопят его или только повредит германская подводная лодка. То есть вот такая бурная судьба «Аурамба-4». Но мы тем не менее вернемся к американским подводным лодкам. И вот несмотря на вот эти интересные моменты, конечно, лидерам по количеству и тоннажу пораженных целей в то время все равно остаются подводные лодки типа «Ю», находящиеся на Мальте. И наибольших из них успехов достиг наш любимый, ну и не только наш, всеми любимый товарищ Ван Клин на Абхолдере. Значит, 21 апреля выходит с Мальты на патрулирование в проливе Лампедуза. Это между Пантелей и Лампедузой. Это вот здесь. Значит, спустя 4 дня во время шторпа тропедирует и топит транспорт Антониэта-Лауру. Причем, чтобы наверняка добиться успеха, Банклин стреляет в такого расстояния, что первая тропеда попадает в цель еще до того, как четвертая выходит из аппарата. Причем как? Должна была выйти из аппарата, поскольку тропед тогда был и дефицит, и на борту лодки их немного. Видя, что первый тропед попадает в цель, Ванклин отменяет пункт двух последних. То есть, всего 2 тропеды, корабль, судно тонет. На следующий день Ванклину по радио передают приказ добить одно из судов вот этих, которые конвои Тариго. Там одно, как казалось, не затонуло, или затонуло, но на мелководье, и, соответственно, может быть, потенциально противником поднято и восстановлено. Значит, подводная лодка подходит, на борт высаживается обрадажная партия, снимает с него кипу секретных документов, после чего подрывными зарядами корабль, ну, судно добивается. Апфолдер продолжает патрулирование в том же районе у островов Киркена, и 1 мая прямо на него выходит конвой из 4 германских и 1 итальянских транспортов, который возвращается в Баласте из Триполя на родину под прикрытием 4 эсминцев. Несмотря на плохую погоду, Ван Клин проявляет настойчивость и проводит тропедную атаку. Значит, в полдень, при свете дня, проходит через завесу эсминцев, всплывает под перископ и тропедирует два транспорта, Арктурус и Леверкюзен, оба немецкие. Наглец какой. Да. Значит, эсминцы лодку засекают, атакуют глубинными бомбами, но, к счастью, значит, удается уйти. Уполз по дну от них. Да. Значит, когда взрывы, бомб стихают, Ван Клин всплывает под перископ, чтобы оценить результат атаки. Ну, все как бы по правилам, чего, к сожалению, наши подводники не всегда имели возможность и имели желание делать. В общем, всплывает, видит, что одно из судов затонуло, а второе на буксире у эсминца идет обратно в Триполи. Ну, естественно, такого там Александр Мальцев это не стерпел. Да, да, значит, устремляется в погоню, настигает и уже под вечер в 21 час двумя торпедами топит второе судно. Вот такой молодец. Настойчивость, да. Да. Молодцы. Ну, ниже сейчас будет еще один случай, на мой взгляд, еще более характерный. За что, собственно, он получит свой крест Викторий. Но это будет чуть попозже. Пока же, значит, итальянский военно-морской флот несет очередную потерю от действия породных лодок. Значит, 4 мая миноносец это уже Джузеппе Лафарина следует из Триполи в Тропане, это на Западном побережье Сицилии, значит, эскортируя танкер Луизиана, находящийся в балласте. Значит, на рассвете, опять же, когда там конвой проходит мимо банки Киркена, под средней трубой миноносца гремит взрыв, который, в общем-то, приводит к перелому корабля и гибели в течение двух минут. Что стало причиной, до сих пор является загадкой. По одной из версий, это могла быть торпеда подводной лодки Undaunted, которая в это время находилась на данной позиции, в принципе, имела шансы атаковать, но лодка погибла, похода не вернулась и донесения не было. То есть, есть шанс с атакой, есть вообще шанс, что там неподалеку француза выставляли свое оборонительное минное изграждение, возможно, на нем, возможно, сорванные мина. В общем, гибель данного мироносца на сегодняшний день остается такой загадкой, в общем-то. Тем не менее, надо заметить, что проводка вот, конвоев в Северную Африку, ну, не была все-таки игрой в одни ворота. Надо сказать, что регулярно итальянскому эскорту и удавалось и отразить атаку подводных лодок, или конвои проходили вообще не обнаруженными. Вот, опять же, приведем несколько характерных примеров. 4 мая 41-го года из Днеполя в Триполи выходит крупный конвой из семи транспортов, включая лайнер Виктория, ну, один из крупных транзатлантиков. Сопровождение три эсминца, три миноносца, одновременно, значит, еще один конвой выходит навстречу, и для дальнего прикрытия вот этих двух конвоев в море выходит соединение из трех консервов и пяти эсминцев. И вот из эскорта этого соединения два эсминца, это типа навигатория, Пегафета и Дзену, претендуют на то, что вечером 4 мая у западной конечность Сицилии, они потопили подводную лодку АСК. Вот, лодка тоже действительно погибла примерно в это время, то есть, она не вернулась из боевого похода, не было донесений, может быть, на мине, но вот англичане почему-то больше склонны считать, что это было подвес на мине, а вот итальянцы приписывают подводным кораблям. Вот это один из, опять же, таких случаев, когда вот 50-50. Далее, на следующий день, 5 мая этому же конвою удается без потерь отбить налет британской авиации с Мальты. Следующий конвой из шести немецких итальянских транспортов под эскортом пяти эсминцев и с дальним прикрытием в виде дивизии Крессинов четыре крейсера десять эсминцев. Проходит период с 11 по 14 мая вообще не замечено британской разведки, ну, по крайней мере, подводными лодками он не атаковывался авиацией тоже. 19 мая из Няполи в Триполи выходит конвой из пяти транспортов и двух танкеров. Причем одним из этих танкеров будет Суперга. Это в будущем знаменитый, ну, как знаменитый, его потопят наши подводники на Черном море уже в конце 1941 года. Значит, уклоняясь от атаки британской подводной лодки Эдж, два из транспортов этого конвоя столкнулись друг с другом. Тем не менее, благополучная прибыль на местном значении. Хотя лейтенант командор Томкинс доложил о потоплении транспорта в 9 тысяч тонн и проезжение в 7 тысяч тонн. Ну, да, все завышают. Молодец. Как это? Не терялся в сложных ситуациях. По обстоятельствам. Зла. И вот, значит, мы подходим, наверное, к самому знаменитому походу обхолдера. Значит, ой, 20 мая обхолдер замечает Немпиарский конвой, дает залп с большой дистанцией, попадание не добивается. А вот действия эскорта приводят к тому, что на подводной лодке выходит из строя вся гидроакустика. Ну, что вы думаете? Естественно, это же не является поводом для товарища Варклина, чтобы возвращаться на базу. Лодка продолжает патрулирование и через 3 дня у побережья Туниса трапедирует французский танкер капитан Дамиани. Французский танкер, находящийся во фракте у итальянца. Я думаю, что он туда, что занесло-то туда, бедолагу? Теперь понятно. Значит, опять противник преследует, причем по донесению Варклина после походному преследование длилось сутки. Ничего себе. Вот так. Но это опять же не стало поводом для возвращения. Более того, на лодке осталось всего две торпеды. И до как бы планового срока возвращения с позиции остается два дня. Значит, Варклин переходит к выходу из Миссинского пролива. То есть, это вообще Сицилия. Как раз в это время, на рассвете 24 мая, из Неаполя в Триполе выходит конвой из четырех крупных вот опять трансатлантиков с войсками. Конте-Росса, Марко-Поло, Виктория и Эсперия. К вечеру они проходят Миссинский пролив и движутся в Триполе в сопровождении четырех эсминцев. Это непосредственное охранение. И, опять же, дальнее прикрытие, складываясь двух эсминцев, трех эсминцев. Значит, Варклин сначала в перископ увидел самолет, патрулирующий в небе. Причем, видимо, по характеру его движения решил, что он прикрывает конвой. Значит, остается в районе, ждет, и уже на закате солнца на него выходят транспорта. Значит, поскольку торпед оставалось мало, решает атаковать в ближайшие дистанции под перископом, уже темнеет. В 20.40 лодка выходит в точку пуска торпед и дает двухторпедный залп по ближайшему к ней транспорту, лайнеру, соответственно. Значит, с эсминцев реча слильный торпед замечают, пускают сигнальную ракету, сам эсминец, как утверждается, еле успевает и вернуться от торпеды. Торпеда проходит дальше и поражает более крупную цель. Лайнер Конта Росса. 17 879 будут регистровых тонн, на котором находятся 2729 немецких солдат. Лайнер достаточно быстро тонет. Вот меньшие по размерам помогательные крейсера и так далее остаются на полу после попадания двух торпед. А вот гигантский лайнер, ну, достаточно крупный, не такой гигантский, как Титаник. Но, тем не менее, 17 тысяч, это, ну, чуть поменьше этого Гуслова. Тут, по-моему, 23 тысячи было. Значит, 1300 человек гибнет из находящихся на борту. Преследование обхолдера длится два часа. На лоску сбрасывают 40 глубинных бомб. Опять же, по донесению Ван Клина, во время вот этого преследования сигнальщик сходит с ума. Ну, практически эпизод, который был у Травькин, да, только там он успел поднять подводную лодку там и сдаться, да, а тут пытался, значит, отбрать люк, находясь в подводном положении, еле оттащили. Вот, то есть, психика у людей вот так, бывает, срабатывает. Ну, в общем, все закончилось благополучно, Ван Клина возвращается на Мальту, и вот за свой этот успех, за свой поход получает крест Виктории. А мы же, собственно, на этом и заканчиваем описание действий подводных лодок в течение первого полугодия 41-го года и подведем некие итоги. Значит, всего за первое полугодие подводными лодками союзников, это англичанами и греками на данный момент, было потоплено 28 судов общим водоизмещением 95 267 минут регистровых тонн, а также один легкий крейсер, два мироносца и одна подводная лодка. По сравнению, конечно, с предыдущим полугодием, то есть, с концом северного года успех уже очень значительный. Чем же это достигалось? И прежде всего мне бы, конечно, хотелось отметить вот то, что сейчас называется коэффициентом боевого использования. Вот просто можно привести в качестве примера частоту боевых походов обхолдера. К этому, опять же, тоже я прикреплю. То есть, вот, с 21 января на 1 февраля, 12 февраля, 23 февраля и так далее. То есть, всего за, ну, считай, за 5 месяцев, да, это примерно сколько? 150 суток, да? Лодка проводит, совершает 7 походов, проводит в море 76 дней. Ну, правда, тут, возможно, на самом деле чуть меньше, поскольку дата выхода и дата прибытия считается за, ну, как 2 отдельных дня, может быть, там, по суткам-то и меньше, ну, пусть даже, ну, 70 дней, все равно, за 150 суток 70 дней в море, да, это практически коэффициент боевого напряжения 0,5. Это очень высоко по любым меркам. Причем, надо еще отметить такой момент, что, поскольку Мальта в это время подвергалась вот этому блицу немецкому, авиационным ударам, да, авиационным ударам постоянным, то по приходу в базу действующий экипаж переходил на берег для отдыха, ну, опять же, отдых в условиях постоянных бомбардировок, это вещь такая несколько условная, а на лодку помещался сменный экипаж, ну, понятно, сокращенного состава, который днем выводил ее в гавань, и она ложилась на дно в гавани, то есть, вот так, ремонтировались по ночам, заправлялись по ночам и так далее, и тому подобное, то есть, это первый момент. Второй момент, число торпедных атак, опять же, пока вот я сделал так, нашим уважаемым зрителям мы это все сделаем очень красиво, как мы умеем и любим. Это, значит, график торпедных атак вот с начала войны, с июня 40-го года по май 41-го. Значит, общее число атак и, отмечено ниже, это число успешных атак. То есть, видно, что вот, начиная с декабря, начинается постоянный неуклонный рост, который достигает своего пика в марте 41-го года. Ну и в мае тоже не сильно мало. Ну и в мае, опять же, да, вот апрельский провал я не могу ничем объяснить. Видимо, может быть, как-то вот так сложилось, что лодок, находящихся на позиции, было меньше в это время. К сожалению, нет у меня вот таких данных, чтобы отследить. То есть, если в первый месяц войны, то есть, в июне 40-го года всего 8 торпедных атак было произведено, то в марте 41-го года их уже 25. И если из этих 8 успешных было всего 2, то в марте 41-го успешных 11. То есть, успешных больше, чем общее количество торпедных атак, в общем-то, за первые месяцы 40-го года. Ну и как Мирослав Эдуардович очень любит приводить данные по процентам успешных атак. Вот в течение 40-го года процент успешных торпедных атак 36,7. А в 41-м году уже 39. В общей сложности за условно 12 месяцев войны на Средиземном море, то есть, с июня 40-го до конца мая 41-го союзные подводные лодки произвели на Средиземном море 138 торпедных атак, из которых 53 были успешными. То есть, общий коэффициент 38%. На мой взгляд, показатель очень высокий. Чрезвычайно. Да. Особенно дают прям это самое такое представление это вот мартовские и майские атаки. Да, да, да. Там 11,9 пораженных целей. Круто, конечно. Это первое. При этом британские подводники не гнушались пользоваться артиллерией. Да, да. Как мы уже об этом говорили. Любили пострелять. Да. А не заряжают пушку. Если за весь 40-й год было отмечено всего 5 раз, причем 3 из них это греческие породные лодки применяли артиллерию, то за первые полугодия 41-го года уже 15 случаев применения артиллерии. Ну, как правило, артиллерия применялась против небольших судов там типа греческих каиков, там каких-то парусномоторных шхун, которые итальянцы использовали в районе побережья Северной Африки. Вот об этом можно увидеть например по тому факту, что из этих 15 случаев даже не из 15 а из 20 то есть включая 40-й год, наименование судов известно только в 4-х случаях. Причем 2 потопленных судна имели общий тоннаж, всего 450 будет регистровых тонн. Вот что просто говорит о том, какого размера суда в основном подвергались артиллерийскому нападению. И 2 было повреждено. Ну, понятное дело, что чаще всего артиллерию применяли крупные подводные лодки типа Т или минные заградители, у которых было 4-дюймовое орудие. Тем не менее, один раз применила подводная лодка типа Ю. Это Unbeaten. С 3-дюймовки постреляли. Постреляли, да. Не гнушались. В общем, вот, на этом надействие подводных лодок мы закончим. В первом полугодии? Да, в первом полугодии. Ну, в первом полугодии, первый год войны, вообще можно сказать, целиком. То есть, с начала войны до конца мая 41-го года, когда кривская компания изменила, в общем-то, весь расклад сил. Но у нас еще осталось неупомянутыми несколько случаев применения на коммуникациях надводных кораблей, о которых нельзя, опять же, не упомянуть. Значит, в мае 41-го года, вот во время той самой операции Тайгер по проводке конвоя через Средиземное море, англичане еще и отметились ударом по итальянскому порту Бенгази. То есть, на обратном пути уже, когда конвой был близок к Александрии, крейсер Айджекс с эсминцами Империал Хевок и Ходспер отделились от конвоя, подошли к Бенгази, обстреляли гавань весьма успешно. Там был уничтожен итальянский пароход Теначи и вспомогательный крейсер капитану Антонио Чеки. Это вот тот самый, который в ноябре 40-го года протаранил в Атранском проливе Мироносец Конфиенса. Вот такая мстя его настигла правда от англичан корпоративная этика. Ну и также очень серьезного успеха добился быстроходный минный изградитель Эбдел в это время. Это, наверное, одна из таких самых успешных минных постановок вообще британских надводных сил во Вторую мировую войну. Причем постановка с последствиями отразившимися на Советско-Германском фронте. Ага, вот так вот даже. Значит, обстоятельства были такие. 21 мая 1941 года минный изградитель, выйдя под прикрытием линкоров Орспайт и Вэллент и крейсер Эйджикс, значит, ночь на 21 мая выставил 150 мин это вот здесь Ионические острова в проливе между островами Левкас и Кефалония. Но англичане знали, что этим маршрутом пользуются итальянские конвои, которые идут в порты оккупированной Греции. Борьба за Крит только началась, 20-го высажен десант, а это вот второй день критической операции. Надводные силы проходят аж за побережье оккупированной Греции и выставляют там мины. Ну, понятно, что это сугубо пользуясь быстроходностью самого быстрого корабля на Средиземном море. Он реально был самый быстроходный, да? Ну да, 39 узлов. Буквально на следующий же день эта минная постановка собрала обильный урожай. Значит, утром через этот район следует тот самый известный англичанам конвой из Бриндизи в греческий порт Патры. Это вот здесь побережье Каринского залива, вот этого глубоко вдающегося сушу. Значит, два парохода и два танкера в сопровождении вспомогательного крейсера Бриндизи и эсминца Карла Мирабелла. Ну, это старый лидер постройки конца Первой мировой войны. Значит, в 5.40 утра 21 мая с Мирабелла видят большой взрыв примерно там в 5-8 милях по курсу. Корабль устремляется вперед, оставляя своих подопечных и, как оказывается, это подорвалась небольшая канонерская лодка Пелерина Матиуччи. Это однотипная вот с той канонерской лодкой Джованни Берта, которая стала первой жертвой итальянского флота в войне на связи с Зерномором, которой вот об руко потопили британские крейсера. В общем, переборудованный траулер. Обычный там строящийся немцами в рамках репарации специально для итальянского флота. Конечно, сменец пытается подойти, но в 6.30 сам подрывается на мине носовой частью в районе мостика, лишается хода и, несмотря на все предпринятые экипажем попытки спасения, в 6.45, то есть спустя 5 часов после подрыва тонет. 44 человек погибло. Несмотря на гибель двух кораблей, итальянское командование, то ли по недоразумению, то ли по ненамыслию, то ли вообще непонятно почему. В общем, данный район не объявляется опасным для плавания. И тем же вечером через него идут два немецких транспорта Марбург и Кипфельс. Крупные транспорта, более 7 тысяч тонн, перевозящие имущество 2-й немецкой танковой дивизии. Которые в это время группируются где-то там в районе Румынии, да, у нас в составе. Она не в Румынии даже, она скорее ближе к Украине. Ну, это 4-я танковая группа, группа Армянюк. Первая танковая группа была. Она вообще 2-я и 5-я дивизии, они в резерве УКХ были. Они просто через Украину шли. На Советский Германский фронт. В общем, оба транспорта тонут, и вместе с ними 66 орудий, 93 тягача, 15 броневтомобилей, 136 автомобилей и 680 других транспортных средств. Ну, там, мотоцикл и так далее. В общем, существенная, я думаю, доля имущества 2-й танковой дивизии до 2-го, до Восточного фронта так и не доехала. Пополнили ее, естественно. Ну, неприятно, конечно, было все это. Да. Ну, вообще говоря, где-то еще может быть в советских книгах вот не у того ли были Пензина, там вообще было сказано, что там танки погибли. Но вот, к сожалению, танки нет. Танки в танках не было. Тягачи и орудия, они поважнее танков были. Иногда. Немецкий танковой дивизии. Весьма. Ну, собственно, вот на этом, так сказать, ударном эпизоде мы и закончим наш рассказ о действиях на коммуникациях. Ну, правда, подведем некие итоги. Вот как мы в прошлый раз приводили схему потерь торгового флота противника в 40-м году. Вот есть аналогичная же схема потерь торгового флота противника в первом полугодии 41-го года из книги Стефана Роскала. Вот. Ну, цифры будут на экранах. Мне же хотелось бы обратить внимание только на некоторые из них. Значит, вот как мы видим, в числе потопленных надводными кораблями в январе месяце числится одно судно небольшое 62 регистровых тонн. Ну, совсем маленькое. Вот. Вот нужно сказать, что в свое время мы с Евгением Грановским составили, ну, как мы надеемся, полный список потерь торгового флота оси в бассейне Средиземного моря в данный период, вот данное судно там не прослеживается. Я не могу сказать, насколько справедливо вообще было включение данной графы вот сюда. Вот. Такое, ну, правда, всего 62 регистровых тонн, но как бы на общую статистику влияние оказывает небольшое. Дальше. Значительные потери итальянский торговый флот, количественные, причем именно по количеству, в меньшей степени по тоннажу, понес во время падения Табрука. Там при захвате его 21-22 января было затоплено 17 судов. Ну, правда, среди них был крупный лайнер Лигури, вот про который мы говорили, который в июле торпедировали торпедоносцы Сыгла. Вот он был поднят, но там оставался, его отремонтировать так и не смогли, и вот тогда его окончательно затопили. И еще хотелось бы обратить внимание, это успех торпедоносцев 815-й эскадрильи, которая базировалась на Крите, вот на Малями, вот они потопили одно судно в марте и два в апреле, это в гавани порта Волона в Албании. Да, вот как бы далеко летали. Три судна потопило 830-й эскадрильи с Мальты, и вот три еще, 815-я, вот тоже с другого берегового аэродрома. Тоже на Сфорсфиши, да? Да. Да, по-моему, других у них пока не было, альбакоры-то появились только с Формидеблом, а хотя может и альбакоры там были. Ну, я уточню, кстати говоря. Почти такой же самолет, чуть посовременнее. Вот. Таким образом можно заключить, что, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, итальянский флот в первые полугодия 41-го года в общем-то вполне удовлетворил и потребности африканского корпуса Роммеля по доставке снабжения в Ливию и, в общем-то, небольшие потери допустил при действиях на коммуникациях. Значит, нужно сказать, что запросы на ежемесячную доставку снабжения в Ливию составляли 70 тысяч тонн. В то время, как в феврале, например, в Ливию было приброшено более 79 тысяч, в марте 95, в апреле вот был провал меньше 58 тысяч. Может, там из-за погодных условий все это было? Раз и подводные лодки союзников тоже в апреле мало чего настреляли? Не знаю, не знаю. Пока у меня нет объяснений, надо это дополнительно изучать. Значит, в апреле чуть меньше 58 тысяч тонн грузов и отдельный строкой проходит топливо, 23 тысячи тонн топлива. Ну, то есть, в общем, потребность 70 тысяч тонн общая перекрыта. А в мае 49 с лишним тысяч тонн грузов и 20 тысяч тонн топлива. Потери на море были меньше даже тех, что ожидалось планирующими органами итальянского флота. То есть, в феврале они составили полтора процента, в марте 9 процентов, в апреле и мае 8 процентов. В общей же сложности за 8 месяцев с июня 40 по январь 41 года было перевезено больше 345 тысяч тонн грузов. А в следующие 5 месяцев это с февраля. То есть, ну, в тот момент, как началась переброска африканского корпуса. То есть, с февраля по май 41 года. Еще почти 450 тысяч тонн грузов. Таким образом, если перевести на ежемесячное поступление, то с начала войны оно выросло в два раза. Ну, цифры внушительные. Внушительные. Причем еще больше возросли переброски личного состава. Конечно. То есть, если за первые 8 месяцев войны было перебросено чуть, ну, не чуть, а больше 47 тысяч, там 47 тысяч 687 человек, то за следующие 5 месяцев уже вот 41 года 81 тысяча. То есть, двойку. Это в общем, в общих цифрах. А если на ежемесячные перевести, там, конечно, рост совсем большой. Причем это только переброска из Италии в Африку. Те люди, которые вывозились из Африки в Италию и отпускники, ну, там, я говорил, что большое количество беженцев было вывезено и мирового населения. Значит, в первый период потерь практически не было, а во второй, вот за 5 месяцев с февраля по май, 4,8%. И то практически все потери в личном составе, это потери на разгромленном конвойе Ториго и вот на потопленном транспорте Конторосу. То есть, в целом, итальянцы на данном этапе очень хорошо справились. Что там говорить? Один африканский корпус что стоит перебросить? Да. Однако, уход 10-го авиакорпуса и вот каидская компания, вроде бы она завершилась на минорной, да, для англичан ноти, но в действиях на коммуникациях она как бы особой роли не сыграла. И вот как, в общем, уже в следующие, уже летом 41-го года начнется то, что итальянцы уже называют первой битвой конвоев. То есть, такой первый уже массированный прям удар по итальянским коммуникациям. Причем, это был не удар вот не точечный, не одномоментный, а это растянется на несколько месяцев. это даже не сколько операций, а просто полномерные действия. И вот о них мы уже поговорим в следующем, не прям в следующем, а... Через некоторое время. Да, через некоторое время. Это уже будет следующий этап битвы на Средиземном море. Пока же, в общем-то, я считаю, что вот с первым годом мы закончили. Первым годом войны. Первый год войны, да. От начала войны до критской кампании. Спасибо, как всегда, было очень интересно. Надеюсь. Всего доброго. Друзья, спасибо огромное, особенно тем из вас, кто поддерживает нас на платформе спонсор. Все наши ролики, в том числе и эта серия, выпускаются благодаря вам. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok